31-летний Павлодарец стал посмертным донором для нескольких казахстанцев, ждавших свою очередь на пересадку органов. Это первый случай в регионе в этом году. Благодаря донору пять человек получили новую жизнь. В сюжете подробнее. 16 мая в первую городскую больницу номер один с высоким давлением поступил 31-летний Павлодарец. По словам врачей, он был в коматозном состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Через время по клиническим тестам была подтверждена гибель головного мозга. Вызвали родственников на беседу. Проведена беседа с родственниками, в которой была объяснена ситуация, что здесь необратимая гибель. То есть помочь мы уже ничем не можем. Конечно, им это было тяжело. Принять, во-первых, гибель головного мозга своего ребенка. Второй момент, который наступает, это в плане трансплантации. Будет принять решение и милосердно к этому подойти, героически отдать эти органы. Благодаря согласию на трансплантацию посмертный донор подарил новую жизнь пяти пациентам. Все они из разных регионов страны. Есть такое понятие ошлятипирование. Максимальная совместимость пациента и донора. То есть это большое значение имеет. То есть максимальная совместимость для того, чтобы не было отторжения ближайшего. На данный момент все эти пациенты уже переведены из отделения реанимации. И они находятся уже в палатах. И уже практически, можно сказать, что готовятся для выписки. То есть вот так вот протекает этот момент. Это называется максимальная ткани подошли. Двоим пациентам из Нурсултана, ждавшим своего часа, пересадили почки посмертного донора в Национальном научном онкологическом центре столицы. В данный момент состояние пациентов после пересадки стабильное. Уже переведены в отделение из реанимации. Эти пациенты находились в листе ожидания более пяти лет с диагнозом терминальной хронической почки недостаточность. От лица нашего центра хочу выразить благодарность родственникам донора за смелый поступок, благодаря которому нам удалось спасти несколько жизней. Всего в Казахстане в списке листа ожидания на трансплантацию органов 2727 человек. Из них около 100 – повладарцы. Впервые в области мультиорганный забор провели в 2016 году. С тех пор это уже 11-й случай посмертного донорства в повладарском приэртышье. Но первый в этом году.